Что ж, поговорим сейчас о процессе мобилизации частичной, как это видит Кремль, с Ильей Пономаревым, депутатом Госдумы 2017-2016 года, создателем канала «Утро февраля». Илья, приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, Илья, вот смотришь на эти кадры, слушаешь мнения мобилизованных, ну, тех, которые пытаются избежать мобилизации, и приходит на ум одно такое слово, какая-то, знаете, безысходность дикая, потому что то, что они говорят «я против мобилизации», ну, не слышно ни одного слова «я против озверевшей власти», и даже вот читая вашего коллегу, можно назвать коллегу или нет, Невзорова, да, который сейчас находится в изгнании, вот, но у него есть телеграм-канал, где он дает советы, прежде всего, не как препятствовать мобилизации, а как препятствовать власти. И, в принципе, эти инструменты, они достаточно простые, главное, чтобы было количество. Так вот, то количество, которое стоит в аэропортах, в желании улететь за любую цену из России, вместо того, чтобы сплотиться, выйти против людей с дубинками и остановить террор в своей собственной стране, приводит к тому же заключению, что я и сказала, это полная безысходность. Так что же, это утопия? Это финал? Нет, это не финал, это только начало, я уверен. Как раз это очень мощный толчок в сторону полноценного сопротивления, но тут действительно есть же вопрос веры в свои силы. На данный момент с обеих сторон, и со стороны власти, и со стороны традиционной оппозиции прошлого, транслируется одна и та же идея, не веря в себя, не веря в то, что можно что-то изменить самим. Тот же самый Гарри Каспаров постоянно призывает россиян уезжать из страны. Валите, валите, валите. Вот что они все время говорят. Ну как с таким настроением? Можно свергнуть власть. И поэтому я лично очень приветствую решения ряда стран Запада, которые говорят о том, что они не будут принимать людей, которые просто вот бегут от этой самой мобилизации. Надо драться внутри страны, надо сопротивляться и надо свергать эту власть. Надо защищать тех людей, которые уже что-то сделали, а не только тех людей, которые испугались и убежали. Как раз то, что вы говорите, я прошу прощения, Максим Кац, правильно я говорю? Максим Кац, да, он же там оппозиционный. Вот на дожде выступал, и он с таким, ну, с улыбкой такой ироничной и немножечко таким непониманием и негодованием говорит, что ну как это вот эти европейские страны, как они могут себе позволить вот так вот закрывать двери для людей, которые хотят избежать мобилизации. Ну действительно, это звучит дико, потому что, в принципе, во всем мире любая свобода, любая, она отстаивается жителями их страны, а не чьими-то чужими руками. Так никогда не бывало и так, в принципе, и не будет. Почему вот действительно разделяются мнения даже у тех людей, которые являются лидерами общественного мнения, и они призывают совсем к другому, даже тот же Каспаров. Как это объяснить, Илья? Вот что это такое? Ну, люди боятся, и существует много лет неудач, существует много лет поражений, и поэтому уже возник круг таких профессиональных революционеров в кавычках, то есть которые привыкли сидеть на иностранных грантах, на разных спонсорских деньгах, и которым это просто удобно, которые не готовы бороться за власть, и которые, как самое малое, не готовы принимать на себя риски, которые связаны с настоящей борьбой за власть. Настоящая борьба за власть, кто бы там ни был, с той стороны, Путин или не Путин, но никто ее без боя отдавать не будет. Поэтому надо быть готовым к тому, что тебя будут и стрелять в ответ, и убивать тебя в ответ будут, и сажать будут. Это является крайне неприятным, но неизбежным во всем этом. Если человек не готов принимать на себя риски, он никогда ничего не добьется. Но для рядового гражданина это нормально. Рядовой гражданин не является профессиональным политиком, поэтому он не должен хотеть вот так вот выходить на улицу, для того, чтобы его просто так вязали и сажали. Но человек, который называет себя политиком, который называет себя оппозиционером, который говорит о том, что он борется за власть, он-то должен быть к этому готов. А если человек к этому не готов, значит, он ни политик, ни оппозиционер, и пошел ему в жопу. Илья, хотел еще, кстати, отметить по поводу тех, кто выезжает сейчас, что, например, ну так, в виде шутки, но на самом деле это может быть совсем и не шутка, что в Казахстане, например, там, Узбекистане, Кыргызстане, куда сейчас тоже точно так же бегут россияне, что предложили, пожалуйста, а теперь вы можете убирать улицы, работать на стройках, поднимать нашу экономику, как мы делали все это время. Ситуация кардинальным образом поменялась. Зеркалочка появилась. Это очень правильно. Это вот как есть, это альтернативная воинская служба, да, когда дают делать самую грязную работу. Ну да, вот если ты не хочешь заниматься революцией, да, тогда мой туалет. Ну, то есть это справедливо. И хотелось бы сразу добавить, что по конкретным примерам, житель Москвы, например, Виктор Бугреев сообщил, что получил повестку о призыве в армию, несмотря на отсутствие военной подготовки. Он рассказал, что работал специалистом по информационным технологиям, никогда не служил и не имел военного опыта. Бугреев заявил, что собирается следовать повестке, иначе его привлекут к уголовной ответственности. Давайте послушаем. Человек-кандидат экономических наук, я являюсь IT-специалистом Павла Забирба. Вчера я получил повестку, согласно которой я должен явиться для сверки документов воинского учета. Сегодня, 22 сентября 2022 года. После того, как я пришел, мне выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в 15.00 в отправку в войска. Я никогда не служил воинских, не проходил срочную службу, не имею военной специальности. Что планируете делать? Поеду, что делать? 15.00, мир уголовное дело. Харистоматийный пример, но справедливости ради нужно сказать, что якобы в связи с этим видео Виктору Бугрееву не угрожает уже воинская служба, именно потому, что он его записал. Но остальные я даже посмотрел специально. Я сегодня смотрел и слушал очень многих специалистов, российский твиттер специально пересмотрел. Так вот, за первую и вторую неявку там же предусмотрен всего-навсего административный штраф. А если вручили где-то там по дороге, не придя домой, не прислав, например, заказным письмом, то вообще в принципе можно отказаться от этого всего. Потому что люди не предоставляют никаких документов. Можно сказать, а вы кто? Смотрите, петлять можно достаточно много, хотя именно поэтому Государственная Дума приняла вот этот вот специальный закон накануне объявления мобилизации, который резко ужесточает степень ответственности. Но дело, конечно, не в этом. Дело в готовности человека подчиняться или не готовности человека подчиняться. Я считаю, конечно, что многим страшно, многие законопослушные граждане, они, значит, получается, готовы идти на убой. Но, во-первых, есть большое количество способов сопротивляться, пока тебе еще не принесли эту самую повестку. Ну, там, я сегодня многим людям говорил, ну, возьмите листочек бумажки от руки, напишите, что вы про все про это думаете. Там 20 экземпляров. Разбросайте это по почтовым ящикам в своем подъезде. То есть даже не надо это делать там на принтере, да, то есть вот, потому что уровень доверия, если вы напишите от руки, то, что вы реально думаете от сердца, чтобы это шло, гораздо лучше до людей дойдет. Вот, пожалуйста, это очень небольшое, что можно сделать, за это точно никакого наказания нету. Есть ни административного, ни уголовного. Ну, то есть, ну, написали вы, то есть, ну, высказались, личное послание написали людям. Это же не средство массовой информации и так далее. Вот, совершенно спокойно можно делать у них как в политической деятельности не участвовать. Но если все-таки призвали, то, конечно, надо искать способов перейти на сторону Украины, вопнуть, чтобы землю, и здесь и президент Зеленский сказал о том, что таким людям не будет ничего угрожать, и мы по опыту знаем, что им ничего не угрожает. Надо это делать, не надо рисковать понапрасну. Вы сказали просто, Илья, про законопослушных людей. Очень удивительно это слышать в стране, где не действует ни законы, ни конституция, ни, собственно говоря, права человека по факту. Ну, ладно, бог с ним. Что касается этого решения, сегодня уже есть информация, что якобы это не единоличное решение Путина. Насколько вы знаете, кто еще мог повлиять на это решение и с какой целью? Потому как даже вот ваши коллеги, эксперты, которые также оппозиционные и выехали из страны, говорят, что это успех у Путина, что самые последние группы поддержки в стране вот на этом тоже закончились. То есть, ну, не целесообразность, а логичность вообще этого решения, она абсолютно вызывает, ну, просто удивление. Вот, можно только развести руками и вот сделать круглые глаза. Чье это решение? Зачем? Ну, конечно, это агония и тот процесс обратного отсчета существования Путина, который он запустил 24 февраля, после этого решения многократно ускорится. И его дни сочтены. Просто, нет, я думаю, что решение, конечно, это его, ну, потому что ему просто деваться некуда. И здесь, кажется, либо он нас ведет под венец, либо мы его к прокурору, а, скорее всего, к прокурору, к Палачу, скорее всего, до прокурора он не дойдет. Поэтому каких-то возможностей для маневров у него просто не существует. Просто ему говорят люди вокруг него, ну, прежде всего, из этой военной фракции, там, Шойку, Патрушева и так далее, о том, что без этой мобилизации просто невозможно ничего сделать. Но это правда, то есть, то количество сил, которые воюют со стороны России на фронтах, это просто недостаточно для того, чтобы решить те военные задачи, которые поставлены, даже теоретически, даже если бы эта армия не была бы разграблена, она была идеально экипирована, идеально обучена, идеально бы управлялась. Даже в этой бы ситуации этого количества было бы недостаточно для решения этих военных задач. Но поскольку мы понимаем, что качество людей, которые будут поставлены в войска, будет очень низким, посылать их будут абсолютно на убой, тренировать их никто не будет, качество вооружения низкое, и мораль, самая важная, мотивация людей тоже очень низкая, то мы понимаем, что это просто многократно увеличит потери со стороны Российской Федерации и не приведет никаким значимым военным успехам. Илья, вот вы знаете, еще сегодня я услышала буквально сегодняшнее выступление Екатерины Шульман, она сказала, что вся эта мобилизация это исключительно, как вы сказали, агония для того, чтобы оттянуть время к неизбежному. Ну это как бы ее слова были, да. И еще она добавила такую фразу, что если вы думаете, что элиты, которые окружают президента Путина, они не понимают, что происходит, нет, они понимают, и дали ее прямая цитата, они в ужасе от того, что происходит. Так вот у меня, соответственно, вопрос, неужели и этого количества недостаточно для того, чтобы что-то предпринять? Это уже не разговор о силовиках с дубинками. Это же немножко другой уровень принятия решений, если они в ужасе действительно. Ну я думаю, что они действительно в ужасе. То есть они давно были в ужасе, но сейчас они еще и видят наглядно то, что выхода нет. То есть если до этого момента была определенная иллюзия, что можно пересидеть, то сейчас видно, что как бы и пересидеть-то не удастся, да. То есть процесс саморазрушения идет все возрастающими темпами. Поэтому, конечно, со вчерашнего дня процессы формирования, так скажем, оппозиционно настроенных групп российской элиты, они резко ускорились. Ну а учитывая, что при этом еще и резко ускорилось темп формирования протирантского движения в России, то я думаю, что не за горами это время, когда кто-то не так далеко от Путина начнет двигать собой. И, кстати, по поводу того, что сдаваться в плен, вот сегодня уже обсуждали частично эту тему. Давайте дополню, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твиттере обратился к россиянам, которых мобилизуют в российскую армию на русском языке и посоветовал сдаваться в плен при первой же возможности, а также пообещал, что Украина гарантирует этим людям жизнь. И согласно Женевской конвенции они не будут выданы Российской Федерации, если сами этого не захотят. Вот сейчас можем видеть этот твит на экранах. Но у меня здесь вопрос. А сколько Украина может вообще принять в плен людей, если мобилизованных будет там 300 тысяч, например? Ну, предположить, все 300 тысяч точно не сдадутся в плен. А может быть и больше будет. Ну, 100 тысяч. Сколько Украина сможет объективно принять этих самых пленных и что с ними дальше делать вообще? Они не захотят, чтобы их выдавали, например, Российской Федерации и накапливать их здесь, в тюрьмах, где? Слушайте, ну, это наименьшая проблема. Вспомним немцев после Второй мировой войны. Они работали на восстановление предприятий, промышленности и жилых объектов. То есть, к сожалению, то, что натворила российская армия в Украине, делает поляну для работы очень большой. Поэтому 300 тысяч человек, полмиллиона человек. То есть, очень хорошо, пусть удается. Илья, спорный вопрос. Я как раз такой же вопрос, как Сережа, задавала одному из юристов, по-моему, даже вот он международник юрист, и спрашивала, есть ли определенное законодательство международное, по которому мы можем использовать схему после Второй мировой войны. к сожалению, сказали нет. Вот после образования ООН и после переписания всех наших правил игры международных вот такой схемы нету. То есть, это тоже нужно будет как-то подтягивать под международный законодательство, чтобы воспользоваться теми, кто это натворил, чтобы они это же и отстраивали. Увы. И ООН правда существует. Да, кстати, про ООН та же самая история. Люди вполне могут проявить инициативу, если перед ними будет стоять альтернатива быть депортированным в Российскую Федерацию, где им грозит наказание, введенное только что господином Путиным, за которое проголосовала Государственная Дума, или возможность влиться в нормальное цивилизованное общество на нормальных условиях. Я думаю, что понятно, что они выберут. Это как в старом фильме, то есть, «Деточка», ты хочешь, чтобы мы поехали на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Вот это примерно тот же самый выбор. Вы, к сожалению, да, вы очень метко сказали. Я просто в финале нашего разговора хочу, чтобы вы оценили реалистично возможности единого, скажем так, фронта оппозиции в эмиграции. Насколько она сейчас влиятельна и может ли хотя бы что-то сделать? Нам нужен не такой единый фронт. Нам нужен единый фронт в Украине. Нам нужен единый антифашистский, антипутинский глобальный фронт, с которым должны участвовать те, кто готовы воевать и драться. Кто готов, тот готов, а кто не готов, тот не готов. На тех просто плевать, потому что они не играют никакой роли. Ясно. Спасибо большое, Илья, что присоединились к нашему разговору. Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы, ну а также автор проекта «Утро февраля» был гостем нашей студии. Хорошего вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok